Кавказ 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 В средние века адыги представляли собой значительную политическую силу на Северном Кавказе, играли видную роль в международных отношениях, поддерживали связи с другими народами Кавказа, русским государством, крымским ханством и Османской империей. В начале 19 века адыги были самым многочисленным народом на Северном Кавказе и оказывали большое влияние на окружающие их народы. Адыги вносили свой уникальный, весомый вклад в общечеловеческую копилку ценностей, пока на каком-то этапе судьба адыгского народа сложилась трагично. Эту трагичную эпоху принято называть Русско-Кавказской войной. Началом этой вековой войны считается 1763 год, когда Россия начала военные действия против адыгов, построив в центре Кабарды крепость Моздок. А окончанием принято считать 21 мая 1864 года, когда в урочище Кпаада, ныне известном под названием Красная Поляна, наместником Кавказа, князем Михаилом Николаевичем, был проведен военный парад и отслужен торжественный молебен, ознаменовавший окончание Русско-Кавказской войны. Огромная часть адыгского народа была уничтожена. Большая часть оставшегося в живых населениях подверглась изгнанию в пределы Османской империи. Остальные были поселены на указанных царской администрации местах. 101 год адыги сражались за свою свободу. 101 год адыги сражались за независимость, культуру, обычаи и традиции. Многое было утеряно, и многое нам уже не вернуть. Но не в этом основная проблема. Основная проблема в том, что мы не задумываясь теряем то малое, что осталось от наших адыгских предков. Постепенно, год за годом, мы забываем про адыга Хабза, про адыгава и про родное адыгабза, на котором еще говорили наши деды. Иногда мне кажется, что настанет такой день, когда наши потомки начнут стыдиться своего адыгского происхождения, выбрав для себя ложные ценности. И тогда все то, за что сражались наши храбрые и мудрые предки, станет напрасно. Главной целью этого обращения является напоминание. Напоминание о том, кто мы есть и кем мы должны оставаться. На мой взгляд, возрождение национального самосознания, культуры, родного языка, традиций, обычаев и народного духа в целом является нынешней задачей адыгов всего мира. Ведь народ, позабывший свою историю, культуру и быт своих предков, родной язык и национальных героев, не имеет права называться народом. Ко дню памяти и скорби адыгского народа. 21 мая 2014 год. Автор Хасан Аллау. Субтитры создавал DimaTorzok